всем видно отлично видно добрый вечер дорогие партнеры первую очередь хочется вас поблагодарить за такой марафон потому что все мы знаем чтобы перестроиться от своего привычного образа жизни питания нужно определенное время потому что резкий переход из одной привычки в другую он как правило сопровождается всегда стрессом а здесь марафон который идет на протяжении месяца и будет и второй месяц идти на самом деле это очень полезно и круто и самое главное ваш организм не будет стрессовать то есть вы плавно переведете его на бережный режим сегодня тема моей презентации выбрана не случайно потому что так или иначе многие люди которые сидят на правильном питании кто соблюдает какие-то определенные пищевые привычки они сталкиваются с тем что тот вес который они потеряли тот вес к которому они пришли он может со временем вернуться назад и как правило это снижает мотивацию это снижает очень понимаю меня тоже малышка дома иногда так бывает что мешает но все мамочки думаю мы все понимаем так если есть какие-то вопросы пока в чате пишите насчет физических упражнений будут записи то есть не будет зум вебинаров как я планировал будут записи чтобы было всем удобно определенное свое удобное время заниматься ссылки будут и тренировки будут на русском языке я извиняюсь у меня ребенок температуре второй день и капризничает спасибо на чем не остановилась так вот многие кто сидят на правильном питании так кто целенаправленно снижает вес в какой-то момент свои диеты они сталкиваются с тем что вес возвращается в прежние цифры снижается мотивация люди перестают соблюдать диету и постепенно скатываются от своего правильного образа жизни прежним пищевым привычкам на самом деле причина кроется очень глубоко потому что за все в нашем организме ответственны гормоны гормоны это то что определяет кем мы являемся то есть на самом деле если бы не было женских половых гормонов если бы не было мужских половых гормонов то мы бы не различались по половым признакам по сути можно сказать что мы были бы все как робот вот и поэтому гормоны играют огромную роль наших регуляционных процессах в организме от гормонов зависит какое будет у нас настроение какой у нас будет вес какой будет обмен веществ как мы будем с вами выглядеть и можно в 35 лет выглядеть на 50 а можно 50 выглядеть очень достойно и за все это отвечают наши с вами гормоны поэтому тема сегодняшней презентации про гормональное питание а именно то питание которое направлено на нормализацию гормонального обмена веществ нашим организмом наши с вами половые различия до отличают гормоны тестостерона и эстрадиол хочу напомнить что и у мужчин содержится в небольшом количестве эстрадиол и у мужчин и у женщин в организме содержится в небольшом количестве тестостерон все только зависит от соотношений и поэтому тот гормональный баланс который должен быть в нашем организме он и определяет в каком состоянии мы будем с вами через энное количество лет тестостерон к вашему сведению сохраняет упругость кожи и поддерживает необходимую степень ее увлажненности эстрадиол это который делает нас с вами женственными делает нас с вами женщинами придает глазам блеск упругость кожи участвует в синтезе коллагена регенерирует кожу и воздействует на функцию сады желез няню позовите что делают гормоны гормоны контролируют всех органов и систем они оказывают процессы на рост на раздействие на процессы роста и развития на размножение половые признаки оказывают влияние на способы использования и хранения энергии организма контролирует объем жидкости и уровень солей и глюкозы в крови то есть такое обширное влияние на наш с вами организм и когда мы пытаемся дойти до истинной причины того или иного состояния мы приходим к выводу что во всем виноваты гормоны в чем же заключается секрет энергетики каждого человека хорошее настроение отличное пищеварение правильный обмен веществ хороший цвет лица и все это возможно если у нас с вами в организме будет соблюден гормональный баланс если если же случился сбой то конечно мы должны попытаться восстановить этот сбой и привести к первоначальному балансу вот и от того насколько наш с вами организм функционирует как он функционирует да как работают гормоны в нашем организме зависит то когда начнутся процессы старения вообще конечно процессы старения запускаются после 35 лет но на самом деле бывают определенные ситуации когда процессы старения могут запуститься намного раньше и к сожалению в таких случаях очень сложно помочь человеку но в среднем у нормального здорового человека процессы старения начинаются уже после 30 лет и одна из самых подтвержденных теорий старения эта теория которая связана с обменом гормона почему потому что активность желез а их у нас несколько видов это щитовидная железа это вилочковая железа это надпочечники это поджелудочная железа это яичники и яички основные железы которые регулируют наш с вами баланс в организме и если вернуться к щитовидной железе то если мы говорим о гипофункции или гиперфункции этой железы то при гипофункции мы можем наблюдать увеличение веса можем наблюдать отечность проблемы с кожей с волосами если мы говорим о гипофункции то в таком случае будет ускорен обмен веществ и чтобы человек не ел чтобы он не принимал внутрь это все будет с бешеной скоростью метаболизироваться и человек будет просто на глазах худеть эти все изменения они не проходят бесследно это все в первую очередь сказывается на функции органов и как правило у каждого гормона есть органы мишени которые реагируют в первую очередь и ухудшаются функции этих органов если мы говорим с вами о надпочечниках то это орган который отвечает за нашу с вами реакцию на стресс и на любую стрессовую ситуацию надпочечники выделяют в кровь кортизол гормона который способствует тому чтобы мы с вами реагировали на стресс насколько это возможно безопасно это гормон который увеличивает обмен глюкозы ускоряет обмен глюкозы это гормон который ответственен за складки и за жировую прослойку на брюшной полости поэтому когда мы говорим многие женщины борются с лишним весом и непосредственно их всегда смущает объем талии живот свисающий то это как правило стрессовый живот и в результате многих многочисленных стрессовых ситуаций появляются такие жировые складки ну и конечно же с возрастом снижается синтез половых гормонов это те гормоны которые регулируют все процессы в нашем организме и если вы замечали то женщины которые перешли уже в климатерический период как правило это женщина у которых появился лишний вес появляются отеки резко повышается артериальное давление ухудшается настроение и в целом женщина становится недовольна своим отражением в зеркале то же самое можно сказать и мужчинах у которых со временем снижается синтез мужских половых гормонов и это приводит к тому что мужчины также набирают лишний вес ухудшается походка они становятся менее уверенными и просто напросто снижается стремление к чему-либо как понять что нужно проверить гормоны и что возникли в организме какие-то проблемы в первую очередь если мы говорим о женщинах это нарушение менструального цикла это проблемы с зачатием ребенка это приливы потливость дисбиоз влагалище как правило 80 процентов женщин страдает от кандидоза влагалище которые очень сложно поддается лечению рецидивирующие циститы истеричные состояния гнев агрессия пмс бессонниц отечность потеря драйва снижение либидо если женщины или мужчины занимаются спортом то низкая выносливость тоже может быть связано с гормональными нарушениями мышечная грявость тоже является одним из проявлений гормональных нарушений сейчас на сегодняшний день проводится пока появилась минутка я быстренько в чат закину инстаграм врач и фармаколог мастер продаж атоме сейчас минуточку есть общие принятые методы диагностики гормональной нарушений это такие рутинные исследования исследования либидного профиля мочевой кислоты уровень глюкозы инсулина гормонов щитовидной железы витамина d витамина b12 ферритина и один из новейших методов диагностики гормональных нарушений на сегодняшний день это стероидный профиль слюны который дает более точное и детальное объяснение тем или иным нарушением в организме то есть исследуя слюну мы можем с вами определить уровень кортизола прогестерона тестостерона эстрадиона вот если вы у себя наблюдаете что-то из этих нарушений то в первую очередь конечно вы должны обратиться к специалисту врачу чтобы получить правильную специализированную помощь и только потом как дополнительный метод лечения это будет правильное питание это будет использование бадов и витаминов вот вот поэтому следующий момент это то что касается питания вот и это то утверждение которое вы сейчас видите на экране она действительно отображает правду сегодняшнего дня почему потому что то питание которое мы сейчас получаем с вами она к сожалению оставляет желать лучше тот образ жизни который мы сейчас с вами ведем до цейтноц когда мы не успеваем правильно питаться когда мы можем питаться на ходу когда у нас преобладают фастфуды и когда мы живем в состоянии хронического стресса то это как правило проблемы которые потом требуют основательных решений вот и действительно питание является мощным регулятором гормонального баланса то есть помимо лечения плюс питания мы можем с вами получить хороший результат вот и что такое гормональное питание это питание которое направлено на то чтобы поддержать нормальный баланс гормонов в нашем организме что это значит значит это пять основных принципов первый из них исключить быстрые углеводы быстрым углеводом относятся все сладости конфеты шоколадки мармеладки мучные изделия булочки пироги то есть то что быстро усваивать углеводы это очень такой злостный фактор потому что они убивают полезную микрофлору в кишечнике и если у нас с вами кишечнике микрофлора нарушена то как правило те белки которые мы с вами употребляем извне они просто напросто не будут всасываться вот быстрые углеводы являются причиной дисбиоза влагалище дисбиоза кишечника и поэтому очень много женщин которые могут избавиться от кандидоза и как правило когда опрашиваешь таких женщин то они говорят что да их хочется съесть что-то мучное и это говорит о том что в вашем организме присутствует кандида дрожжеподобные грибы которые и увеличивают первый принцип второй принцип увеличить количество правильных жиров правильные жиры конечно же это те жиры которые не это не транс жиры и правильную жира мы можем с вами отнести оливковое масло причем оливковое масло которое не должно подвергаться термической обработке если вы готовите на оливковом масле жарите его то как правило он приобретает как раз таки наоборот небезопасную структуру и авокадо масло авокадо является одним из правильных жиров то что мы должны с вами употреблять почему потому что жиры это основная составляющая наших с вами половых гормонов то есть если не будет здорового холестерина в организме не будет этих жиров поступление с приемом пищи то к сожалению постепенно будет наблюдаться дефицит половых гормонов употреблять продукты богатые цинком и селеном делать акцент на белки белки конечно же те которые легче усваиваются потому что белки животного происхождения они требуют больше затрат организмом они требуют больше ферментов и поэтому растительный белок в данном случае предпочтительный и пятый момент это включать в рацион большое количество зелени и зеленых овощей почему зеленых овощей потому что как правило когда спрашиваем употребляете ли вы овощи то люди всегда отвечают да огурцы помидоры хотя на самом деле спектр овощей очень широкий и сюда относятся это брокколи это цветная капуста это шкинат это все виды зелени рукава кресла и увеличивая количество этих продуктов в своем рационе вы способствуете особенно женщины выработки фитоэстрогена поэтому упор нужно сделать именно на эти продукты что такое антиэйдж питание это питание которое будет направлено на то чтобы способствовать синтезу половых гормонов синтезу тех гормонов которые нам не ежедневно питание которое естественно замедлить процесс старения нашего с вами организма еще раз повторюсь что быстрые углеводы исключаем да они приводят к старости разрушают белки убивают флору кишечника из всех потребляемых углеводов 70 процентов это должны быть овощи и 30 процентов крупные фрукты почему фрукты меньшее количество потому что на сегодняшний день доказано что фрукты содержат больше фруктозы нежели витаминов и поэтому когда мы с вами есть люди которые говорят я не буду принимать в адрес витамины я кушаю достаточное количество фруктов на самом деле это миф потому что чтобы восполнить суточную норму того или иного витамина вы должны съесть как минимум 10 20 килограмм футов опять же правильные жиры да повторюсь оливковое масло авокадо цинк источником цинка является орехи рыба кальмары и белки растительные белки здесь мы можем упомянуть нашу спирулину до которая легче всего усваивается которая восполняет суточную норму белка и женщинам нужно уделить особое внимание потому что нельзя женщине употреблять белок менее одного грамма на килограмм в сутки то есть если будет дефицит белка то это опять же приведет к дефициту гормонов и если вы занимаетесь спортом то обязательно обратите внимание на количество белка потребляемого ежедневно вот ну и последний момент для усвоения белка нужен здоровый кишечник для этого должна быть микрофлора здоровая чтобы тот белок который мы с вами употребляем он усваивался сто процентов следующий момент правильные жиры сюда относятся сливочное масло наваристые костные бульоны оливковое масло авокадо и орехи почему я сделала упор на этот момент потому что это основа гормонов холестерин нам нужен для того чтобы наш организм сам мог синтезировать гормоны в необходимом количестве вот и исключите обязательно из рациона маргарин соответственно исключите всю покупную выпечку потому что на самом деле в магазинах вряд ли используется натуральное сливочное масло для изготовления и как правило всегда берутся транс жиры вот а транс жиры это первые вредители гормонального баланса следующий момент здесь у нас уже более подробно о питании для мужчин и следующий слайд будет питание для женщин почему я назвала овсянка сэр потому что очень часто мы овсянкой пренебрегаем да ее не любим и как правило овсянка всегда дома просто так стоит хотя на самом деле овсянка очень богата по содержанию цинка и цинк это незаменимый компонент для обмена для метаболизма гормонов и поэтому мужчинам нужно уделить большое внимание именно этому продукту нельзя исключать из рациона мужчин жиры опять же да нельзя исключать твердые сыры сливочное масло мясные изделия потому что это все основа наших половых гормонов если конечно же переусердствовать да то мы можем привести к атеросклерозу и поэтому все должно быть генерал типично мужскими продуктами являются маточное молочко и пчелиные пыльца потому что они содержат сам тестостерон и вещества которые способствуют выработке тестостерона мужской гормон способствует синтезу протеинов и образование гликогена которые необходимы для построения и работы мышц вот поэтому когда в организме мужчина становится недостаточно тестостерона то им очень сложно бывает набрать мышечную массу да и те которые занимаются спортзале они как правило прибегают к протеиновым коктейлям хотя на самом деле здесь нужно обратить внимание на уровень половой гормоны следующий момент то что касается женщин девушек почему щипаете травку потому что зелень которая имеется у нас с вами в огороде да это листья салата это рукава это шпина это петрушка укроп это все является фитоэстрогенами то есть это компоненты которые способствуют выработке эстрогена в самим организм и поэтому когда мы с вами кушаем недостаточно зелени да то нарушается процесс синтеза женских половых гормонов и это как каскадная реакция дальше происходит нарушение функций других органов и систем соответственно с возрастом когда снижается синтез женских половых гормонов мы наблюдаем что мы наблюдаем остеопороз у женщин да это низкое содержание кальция в костях это плохая усваиваемость кальция это частые травмы переломы когда наступает климакс мы наблюдаем отечность лишний вес головные воли ухудшения настроения и поэтому если сейчас уже начнете правильно питаться и соблюдать вот эти принципы про гормонального питания то я вас уверяю с возрастом вы не будете испытывать затруднения от климактерического периода ну и конечно нужно обратить внимание на следующие продукты это те продукты которые тоже играют огромную роль в синтезе половых а именно женских половых гормонов они богаты фитоэстрогенами следующий слайд здесь я указала несколько видов гормонов которые также играют большую роль в регуляции обмену веществ да и как правило дефицит тех или иных гормонов сказывается на состоянии кожи и на состоянии здоровья в целом прогестерон это не только гормон беременности но также гормон красивых волос соматотропных гормон или гормон роста имеет еще одно название лифтинг гормон и поэтому для того чтобы кожа была упругая уровень этого гормона должен быть норм дегидроэпиандостерон да это одна из форма половых гормонов также известен как гормон благополучие мелатонин мелатонин это гормон который отвечает за за наш с вами отдых за качество сна это как мы можем расслабляться и не сбрасывать напряжение в конце рабочего дня уровень мелатонина повышается ночью да и снижается утру от мелатонина зависит как мы будем с как мы будем стрессоустойчивы и какое будет качество сна так и гормон серотонин да о котором очень часто говорят психологи гормон счастья на самом деле плохо влияет на состояние вот такие данные которые я думаю будет полезно всем и за уровнем этих гормонов обязательно нужно следить вот и когда мы с вами соблюдаем принципы здорового и правильного питания именно принципы про гормонального питания то не всегда бывает достаточно всего лишь питания и поэтому человек который сидит на диете тот кто проходит марафоны до определенные для кого-то это может быть изнуряющий для кого-то это может быть легко но тем не менее чтобы не вызвать дефицит каких-то нутриентов в организме мы с вами должны обязательно подкреплять организм бадами и витаминами и сейчас я бы хотела вам предоставить подборку топовых продуктов которые как раз таки нормализуют гормональный фон у нас в организме на данном слайде вы видите топ продуктов атоме для женского здоровья это химохим вот почему химохим девочки потому что химохим нормализует гормональный фон составе химохима есть дудник который по-другому называется женский женщин и это этот фитокомпонент он нормализует гормональный фон он улучшает кровообращение женских половых органов корень пиона успокаивает нервную систему тем самым приводя в норму регуляцию женской половой сферы кто принимает химохим они со временем отмечают что нормализовался цикл до у кого были уже климактерические изменения кто не мог забеременеть они у них наступает беременность и самое главное улучшается качество жизни улучшается качество сна когда потому что когда человек плохо спит когда у него мозг не отключается то как правило это приводит к тому что человек постепенно переходит состояние депрессии как раз таки химохим позволяет улучшать это и нормализует гормональный фон поэтому когда обращаются женщинам которых есть гормональные нарушения когда есть изменение цикла когда проблемы с зачатием то я в первую очередь всегда рекомендую начинать подпитку и нас химохим второй продукт это спирулина это конечно уникальный продукт это растительный белок который как раз таки относится к одному из принципов про гормонального питания это белок который легче усваивается которому меньше нужно ресурсов организма для того чтобы он усвоился и это продукт который нормализует функцию щитовидной железы если щитовидная железа функционирует нормально то как правило органы мишени будут функционировать нормально как правило не будет изменений со стороны женской половой сферы потому что щитовидная железа также регулирует женскую половую систему очень многие девочки у которых пропали наступил уже климакс в раннем возрасте а это сейчас очень часто встречается до когда женщине нету 40 лет а у нее уже симптом климакса это говорит о раннем старении организма это говорит о том что сейчас климаксом запустится череда целых огромных изменений в организме и женщина начнет лечить эти проблемы и все это будет как замкнутый круг когда на самом деле нужно просто нормализовать гормональный фон и вот как раз таки спирулина помогла очень многим женщинам восстановить цикл нормализовать менструальный цикл кому-то помогла забеременеть кому-то помогла снизить вес кому-то партнером принимает спирулина круглый год потому что это та зелень которую вы не употребляете с едой то есть вы каждый день не кушаете те же листья салата ту же петрушку тот же шпинат а употребляя спирулина вы восполните тем самым тот дефицит зеленых овощей и зелени которого не хватает у вас в рационе следующий продукт это королевская саппора это девочки я люблю говорить это песня потому что это продукт который он очень мягко и очень тщательно выравнивает гормональный он способствует зачатию и у меня в окружении очень много девушек которые не могли забеременеть и на фоне приема на фоне курса саппоры у них наступила беременность в королевской саппоре содержится цветки и листья королевской саппоры которая растет только в японии саппора богата рутином рутин это тот компонент который укрепляет мелкие капилляры сосуды нашего организма тем самым улучшает кровообращение органов и систем плюс еще составе содержится витамин d витамин е витамин к это жизненно необходимые витамины и включив в рацион саппору уже после 35 лет вы отодвинете раннее наступление климакса если же у вас уже имеется гормональные нарушения то обязательно начните прием саппора если у вас есть проблемы с зачатие обязательно включите в рацион саппор следующий продукт это мультивитамины цветная еда это тоже один из крутых продуктов почему потому что здесь собрано все здесь то что отвечает за энергетический обмен то что отвечает за антиоксидант на активность и эти витамины самое главное они содержат цинк и селин то что и относится к принципам про гормонального питания следующий слайд это топ продуктов для мужского здоровья да конечно же на первом месте у нас химохим потому что это еще раз повторюсь продукт который улучшает кровообращение который улучшает работу нервной системы и улучшает работу гормональной системы поэтому начинаете всегда с химохим про спирулину я уже сказала да это тоже уникальный продукт который подходит как мужчинам так и женщин и белок который содержится в спирулине он является строительным материалом для гормонального для гормонов то есть если взять по химической структуре гормон белка который необходим для нормализации уровня гормона следующий продукт это мультивитамина цветная еда и самый главный продукт это со пальмета продукт экстракт карликовой пальмы который улучшает кровообращение простаты тем самым защищая ее от окисления защищая от стресса да и никогда простота функционирует нормально соответственно возрасту то как правило мы с вами отодвигаем тем самым и синтез мужских половых гормонов будет норме если будет нормально функционировать предстательная железа вот и напомню еще раз что в мультивитаминах содержится цинк и селин который просто жизненно необходим для гормонального питания следующий химохим повторюсь еще раз что это женский женщин составе дудник который стабилизирует гормональный фон не только у женщин а также и у мужчин здесь я привела вам данные это у нас есть база данных подмет где публикуются все научные исследования в мире до которые проводились и в этой базе есть данные ухим ухим это это просто замечательно и и вот этот скрин исследование который доказал что химохим улучшает морфологию яичников и снижает воспалительные явления у полить во время поликистоза яичников поликистоз яичников это состояние которое наблюдается у женщин когда возникает очень много кист структуре яичника и яичники не способны синтезировать женские половые гормоны возникают определенные заболевания это и бесплодие это и просто гормональные нарушения это нарушение менструального цикла вот и в этом исследовании доказано что химохим как раз таки помогает при таком состоянии и улучшает морфологию яичников поэтому это когда мы говорим что химохим нужно принимать женщин нормализует гормональный хрон это не просто слова это не потому что мы в атоме это действительно доказаны факты эффективности химохима спирулина еще раз повторюсь да это эликсир молодости составе есть тирозин который это аминокислота которая замедляет процессы старения вот восстанавливает гормональный фон здесь исследование от двадцатого года котором также было доказано что спирулина влияет на вес да на снижение веса и на липиды крови то есть снижает уровень холестерина и я думаю неоднократно видели отзывы когда наши партнеры пишут что вот я принимал спирулину и у меня через полгода через год снизился уровень холестерина нормализовался уровень сахара это действительно так и есть то есть опять же это научно обоснованы это доказанные результаты по применениям наших продуктов следующие мультивитамины почему я включил их про гормональное питание да потому что напомню что они содержат достаточном количестве селин цинк медь железо полевую кислоту это то что нам просто необходимо для поддержания здорового гормонального фона вот и когда мы с вами говорим о сополь метод то опять же хочется отметить что здесь содержится большом количестве цинк и селин а также масло зародышей пшеницы и витамин е это как раз таки основная составляющая правильного мужского питания кстати сополь метод можно использовать как мужчинам так и женщин вот здесь я привела исследование это 19 года до китайских коллег которые доказали что экстракт карликовой пальмы здесь не приводится именно название софальмета но в целом экстракт карликовой пальмы который благотворно влияет на пациентов у которых имеется доброкачественная гиперплазия предстательной железы вот еще одно доказанное исследование которое говорит о том что действительно наши продукты работают и сейчас на рынке очень много бадов витаминов очень много различных компаний фирм взять тот же эсер его очень любят многие люди но нашу продукцию отличает в первую очередь качество и безопасность то есть используя наши бады витамины вы можете быть спокойно уверены что они не принесли не нанесут вам вред они не ухудшат состояние вашего здоровья действительно помогут решить ту или иную вашу проблему и помимо того что они очень эффективны они плюс ко всему еще и выгодны во всех отношениях и если уважаемые участники марафона если вы планируете и дальше удерживаться этих принципов правильного питания то обязательно вы должны включить в рацион витамины и бады потому что это то что будет насыщать ваш организм это то что поможет вам поддерживать этот настрой на правильное питание и не даст вам съехать с правильного пути и сорваться с правильным питанием поэтому обязательно включите в рацион наши продукты и не нужно в них верить когда вы принимаете не нужно ждать определенного какого-то эффекта вам просто нужно принимать и поверьте мне через определенное время через может быть через месяц может быть через два три месяца вы на своем состоянии заметите хорошие изменения и тогда вы поймете что да действительно это тот тот или иной продукт помог вам в борьбе с этой проблемой ну и пока я готовила эту презентацию наткнулась на один стих про гормоны я его переделала немножко под нашу продукцию поэтому сейчас я могу зачитать как хорошо что есть у нас гормоны благодаря им людям и творим но вот беда слабеть они все склонны а ведь душе мы яростно шалим и вот тогда полезен будет химохим он нам подарит бодрость и сияние а спирулина сытость даст нам и и килограмм скинуть максимально в атоме есть еще сапора подарит легкость и покой а саполь мета и сиреное уверенность и быть горой спасибо большое за внимание я надеюсь вам было интересно ника у нас есть время да на вопросы спасибо большое грим да есть время на вопросы такое стихотворение классная скорую руку да такие творческие лидеры радует у нас песни сочинил пишет про продукцию класс так вам пишет что очень интересно рассказываете супер стих очень классно разъясняете я для себя узнала нужную информацию во время лекции кто-то написал мне нужна сапора и я также увидела мультивитамины побежала за вольт мультивитамины увидела сапор побежала так мне надо выпить сапор да обязательно Елена Ким задает вопрос про эндометриоз матки что посоветовать при эндометриозе ну во первых эндометриоз это довольно серьезное состояние да это состояние когда слизистые матки замещаются соединительной ткани получается женщина у которой эндометриоз она не может забеременеть потому что плодное яйцо даже если оно яйцеклетка даже если оплодотворилась то она не может прикрепиться к стенкам матки как правило эндометриозу способствует очень много различных состояний ну конечно было бы хорошо выяснить причину да вследствие чего развился эндометриоз это могут быть и хронические воспалительные заболевания это может быть тот же снижен нарушенный дисбиоз влагалище да и нарушенный дисбиоз ЖКТ это могут быть какие-то хронические стрессовые ситуации кстати стюардессы очень часто страдают эндометриозом это опять же связано с тем что у них часто происходит смена часовых поясов часто меняется давление и как правило вот у стюардесс бывает такая проблема вот но я вам советую конечно в первую очередь обратиться к гинекологу пояснив причину да ну и придерживаясь получив лечение хорошее лечение придерживаясь принципов прогормонального питания можно добавить наши бады и витамины в первую очередь это химохим и спирулина начните с этого вот а дальше уже потом можно посмотреть и в зависимости от ситуации можно будет что-то выбрать или королевскую сахару те же мультивитамины цветная еда фолиевая кислота то есть омега кстати тоже очень нужно при таких состояниях потому что витамин Е который содержится в омеге он способствует благоприятному зачатию и благоприятному течению беременности но я вам советую в первую очередь обратиться к гинекологу и получить медикаментозное лечение вопрос от Людмилы полипы в матке можно ли решить проблему бадами? я думаю можно вопрос встречный получили ли вы до этого лечения гинеколога так Рейхан Палютаева с нами Сафора Сафора Куин у наших партнеров есть положительные отзывы при эндометриозе Замечательно супер потому что очень сложно эндометриоз вылечить к сожалению я тоже об этом знаю в каких случаях можно принимать Сафальметто женщинам при каких проблемах? Сафальметто можно принимать в качестве профилактики ну и конечно же можно принимать если есть какие-то определенные нарушения если вы видите если вы чувствуете да прислушивайтесь к своему организму потому что может быть это состояние у вас обусловлено какой-то ситуации то есть реактивное состояние бывает такое что человек на стресс так реагирует и когда проходит эта стрессовая ситуация то состояние восстанавливается бывает что причина совершенно в другом и тогда нужно обязательно выяснить причину но Сафальметто в любом случае оно и при гормональных нарушениях и в качестве профилактики и при каких-то определенных заболеваниях так редкие волосы генетические может быть нехватка прогестерона да кстати дефицит прогестерона как раз таки отражает состояние волос почему мы сказали да прогестерон это гормон красивых волос как правило если вы посмотрите на девушек женщин которые имеют проблемы с зачатием то обратите внимание на их волосы на состояние волос редкие волосы генетические но время астопатии кроме медикаментов что из БАДов посоветуете время астопатии значит опять же да когда мы лечим астопатию то как правило генетологи назначают фитотерапию либо заместительную гормональную терапию но сложности заключается в том что когда мы включаем гормоны извне железы в организме перестают сами вырабатывать эти гормоны и когда вы отмените резко гормон то возникнет опять симптом рикошета и симптомы с еще более яркой выраженной клиникой то что вы получите лечение от гинеколога те же фитопрепараты это мастодинон может быть фимостон это все фитопрепараты но просто они менее эффективны чем наши продукты я вам рекомендую опять же начинать с химохима включите в рацион королевскую сапору включите в рацион спирулину потому что мастопатия это всегда последствия гормонального дисбаланса который длился очень долгое время и в итоге верился в мастопатии ледмира уточняет что даже вырезали полипы но опять появились полипы как правило это вирусная теология это противовирусный иммунитет динара благодарить за полезный эфир перепроверяли в разных клиниках и не нашли даже следов эндометриоза ирина ким спрашиваю мужчины простатит сделали операцию но все равно нет облегчения ставить аденому простаты тяжелая мочеспускание у него сейчас опять же это гормональный дисбаланс который привел к простатиту это и какие-то хронические инфекции может быть поэтому не всегда операция дает облегчение и нужно обязательно включить химохим нужно обязательно включить сопольмета принимайте в течение года спирулину вот прям не прерывая у меня тоже эндометриоз я пью омегу и спирулину мне теперь надо добавить софору или химохим начните с химохима вот прям не одна две коробочки не ограничивайтесь этим а очень долго екатерина уточняет спасибо объеку 3 королевскую сафору постоянно надо принимать а не будет 3 королевскую сафору омегу 3 нужно постоянно потому что признайтесь честно вряд ли вы употребляете рыбу один два раза в неделю да или каждый день вот а омега это источник жирных кислот которые нам просто необходимы и они питают сосуды изнутри если у вас будут здоровыми сосудами то соответственно будет правильно функционировать органы и системы поэтому омегу 3 принимаете постоянно спирулину принимаете постоянно круглый год от этого вреда не будет королевскую сафору хотя бы полгода а потом посмотрите на свое состояние огромная благодарность пишет раиса полезная познавательная информация доступная простое очень интересное изложение материала с доказательной базой спасибо девочки рада что полезно себя много отметила про жиры про то что углеводы у меня у дочки любимая еда это булочки ну когда дети это как то еще но не так страшно да вот когда уже тебе за 30 ты понимаешь что нужно придерживаться каких-то правил для того чтобы продлить свою молодость ущипать травку пишет динара спасибо вам большое спасибо вам что продолжаете наш марафон спасибо что присутствуете обучаетесь полезное занятие спасибо берем спасибо вам огромное вам спасибо мика я для себя открыла много чего нового и освежила свои знания я даже не поленилась взяла у нас в библиотеке биохимию и вспомнила свои знания по именно метаболизму гормон потому что думаю я должна дать людям что-то интересное просто про бады рассказать это уже не то потому что скорее всего здесь участники которые давно вот он да вот и поэтому девочки вам спасибо а можно последний вопрос конечно как гормоны помогают нам добиться нашей цели сбросить вес или набрать как гормоны помогают ну как их баланс ну смотрите если в организме будет соблюден баланс гормонов вам будет легче поддерживать тот вес который соответствует вашему росту вашему организму если же идет уже какой-то сдвиг да перекос воз например стало меньше женских гормонов стало эстрадиол снизился да стало больше тестостерона соответственно у вас будет набор вес если у вас изменился баланс гормонов щитовидной железы опять же это может привести либо к дефициту веса либо к избыточному весу и тогда конечно же будет сложно просто одной диетой нормализовать свой вес поэтому и если если есть проблема именно в нормализации веса да вы давно боретесь с этим не можете этого добиться то обратите внимание на гормональный фон проверьте его может быть причина кроется именно в этом поэтому гормональный баланс почему гармония гормонов да я назвал потому что когда у нас у женщин и мужских гормонов есть определенное количество и женских гормонов и это все приводит в гармонию если бы у нас не было в нашем организме мужских половых гормонов то мы бы не были такими женщинами поэтому гармония нужна во всем тем более в гармонах спасибо большое да я для себя выписала какие анализы нужно сдать чтобы проверить гормоны все мы заканчиваем сегодня спасибо всем и в чате будет дополнительная спасибо до свидания спасибо Мика до свидания ау